привет вы на канале аликаз и я сегодня нахожусь в славном городе николаев гостях у историка велосипедного дела виктора хадеева и реставратора с большой буквы лучшего реставратора в украине и мы продолжаем наш разговор о довоенном периоде истории харьковского велозавода предыдущей серии мы вам рассказали про первое поколение велосипедов украина но до войны было и второе поколение о котором и хотелось бы сегодня поговорить 1935 году появляется второе поколение велосипеда украина которое мы в принципе можем вот наблюдать сейчас в полностью оригинальном состоянии в чем главное отличие первого и второго поколения ну вот следующий велосипед который мы сейчас видим он уже рама его была совсем другой геометрии очевидно это уже было веяние и мода того времени диаметр труб был немного меньше рама стала длиннее некоторые так историки называют длинная украина то есть он уже был по своей геометриями близким уже послевоенным моделям но основные черты сохранились прежней модели устройство каретки тот же рисунок звезды цепной передний втулка торпеда сохранилась седло конструкции брукса также сохранилась руль был двух видов уже перевернутый вверх и перевернутый вниз но также был фиксированный и запаянный скажем так обода здесь принципе имеют несколько другой профиль то есть на первых они более массивные хотя тоже в стиле чайка да профиль как бы чуть изменился но как называют да чайка он остался ну и диаметр колес как мы говорим 28 дюймов он остался в этой модели эмблема металлическая ушла с конструкции велосипеда но появилась наклеена красочная декаль и уже мы на этой модели видим конкретно начертание хвз да хвз и вот украина мы там тоже можем прочитать и харьков и опять же уже нюанс что это уже осталось на русском языке русском да то есть после скажем периода начавшихся репрессий и как мы называем этот период расстрелянного бедроджиня то есть украинизация свернулась полностью где можно было ущемить развивающиеся какие-то национальные черты в республиках и его уже сворачивали здесь мы видим уже все надписи на русском языке и появился задний отражатель стеклянный катафот которого на первом поколении абсолютно не было да ну как говорим это уже новое поколение то есть очевидно что здесь рассматривалась при конструировании велосипеда к этом последняя модель бса но да это уже был велосипед грипсы те же ручки уже были целлоидные другой формы вот ну это уже велосипед скажем так нового чуть ли не современного поколения да но в то же время вот его дизайн то есть скажем декор который выполнен он полностью перекликается с бса вот притом бса еще конца двадцатых годов до и диаметры труб и те же резьбы они еще были в дюймовой системе измерений то есть тут такая уже нет несколько то может быть резьб уже были метрические но это еще английская сохранить сохранилась мы здесь видим уже фару с велодинамкой то есть в то время уже появляются такие решения и фару эту начинают производить в ссср до производили фару и динамку но к сожалению конкретной информации нету какой завод производил это фара полностью похоже на немецкую bosch этот же генератор ну это уже до карбидные фонари уже отошли скажем так в прошлое и электрические динамки с лампочками жаривания уже были в ходу надо еще отметить что кроме взрослого велосипеда выпускался и подростковый велосипед украина с 1936 там по фактически сороковые года он отличался только ну принципе диаметром колес там были 24 колеса по всем остальным параметрам он очень напоминал это очень редкая модель узлы были те же каретка вилка там устройство поворотные вилки седло было немного изменено свое ну да это было очевидно их выпускали очень мало этих велосипедов это на сегодня очень очень редкая модель да тут надо вообще сказать что харьковский велозавод до войны 41 года выпустил меньше миллиона экземпляров там 990 чем-то тысяч штук и производство летом уже фактически было свернуто завод выпускал военную продукцию и в сентябре когда немцы подошли к харькову полностью эвакуируется в различные части части ссср то есть основной костяк уехал в город бухара узбекистан но мы знаем о том что раньше существовало и производство вело цепей в харькове и вот цепной завод уехал в ижевск интересный нюанс на этой модели сохранилась родная цепь с клеймом хвз это достаточно редкая штука до этой заводе существовало свое производство цепей да это экземпляр 1941 года февраль месяц то есть это еще мирный 41 год и вот именно таким был этот велосипед ну практически все мы постарались охватить весь период до военный дальше завод эвакуируется и вернется обратно в харьков уже только в сорок пятом году но что удивительно он не продолжит выпускать данные довоенные модели а сразу перейдет на новую продукцию какую смотрите у нас на канале есть отдельное видео про велосипеды после военного периода хвз еще надо сказать о том что во втором поколении значительно выросла культура производства а вот и объемы производства и в принципе но сам подход производства велосипеда то виктор ну даже внешний вид мы видим такая скажем покраска могла быть ну я имею ввиду блеск лакировка как и мы читали в том каталоге что многослойная покраска полировка поверхности и нанесение декоративных вот украшений видели но также мы видим большое количество клейм вот очевидно если детали клеймовались значками хвз это говорил о том что производилась дополнительная проверка качества и детали благодаря этому теперь можем и идентифицировать потом гальваническое покрытие деталей да и еще в 30 в тридцатых годах впервые появились никелированные обода да она никогда на том же подростковом велосипеде были никелированные обода возможно и на таких моделях но в основном были крашены но покрытие руля детали седла той же звезды никели никелем было очень качественно да абсолютно верно и тут еще нужно отметить что появились так называемые заказные позиции то есть вот элемент которые такие вот леневки линии можно было ну скажем заказать стоило это декор 5 рублей единственное что прямо вот так вот заказать прийти невозможно было то есть было в торговой сети представлено два экземпляра в черном исполнении и с леневками и тут еще я бы хотел спросить а кто был покупателем велосипедов то время и кто вообще пользовался велосипедами потому что мы же говорили предыдущем видео что стоимость велосипеда была очень большая ну очевидно важно сказать что армии также применялись велосипеды но по всем документам мы видим что там были велосипеды московского но большинство то есть были хвз тоже были но бар большинство до были маску это был велосипед скажем так народный но покупать его не знаю может быть какие-то рабочие с какими-то большими зарплатами вероятно что покупалась номенклатура покупала тогдашняя партийная было много подарок подарков вот мода дарить велосипед там передовикам колхозникам ударником труда даже может быть другие модели но мы встречали велосипеды с дарственными надписями да но тем не менее большинство этих велосипедов уходила в государственный сектор особенно вот очень часто нам попадаются такие ранние велосипеды которые были у железнодорожников ну в каких-то ведомствах да вот тех же может быть почта вот железная дорога там путейным каким-то объездчиком или там каким-то кто обслуживал железную дорогу да это вот скорее всего так еще один момент мы забыли рассказать про багажник на обеих велосипедах мы не видим багажник были в то время какие-то багажники или это было народное творчество ну вообще-то по моде этого времени багажников не было как бы вот стандарте но на каких-то вот исторических фотографиях мы видим что какие-то багажники были но каких-то сведений что вот конкретно завод производил и комплектовал багажниками ну такое багажники часто делали люди сами притом были в то время и самодельные передние багажники и задние они это было такое вот скажем при рога до грубое народное творчество но велосипед в то время был транспортным средством на все случаи жизни я надеюсь что мы рассказали основные моменты истории какие-то отличительные черты может быть какие-то упустили мы еще были какие-то велосипеды до войны ну надеюсь зрители напишут комментариях да да если мы что-то упустили допишите в комментариях какие еще могли быть велосипеды в харькове в довоенный период и какие элементы отличали первое и второе поколение велосипедов украина подписывайтесь на канал оставайтесь с нами я надеюсь что это длинное но очень важное и исторически важное видео будет полезно многим кто решит когда-то реставрировать такие велосипеды или будет их искать и отличать надеюсь что после этого видео вы станете уже экспертами по довоенному периоду хвз спасибо виктор за очень интересную дискуссию рассказ да тут надо отметить что для того чтобы снять вам это видео мы потратили на вина с виктором ну несколько лет как минимум да и мы рассказываем вам свободном режиме из живых велосипедах на примере живых экземпляров и практически мы рассказываем вам довольно подробную историю хвз который не так много на просторах интернета спасибо